МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Каламгу появится возможность подготовки будущих IT-специалистов. Новое направление откроется уже с начала учебного года. Коллективный иммунитет, спасение от пандемии. В Калмыкии продолжается вакцинация населения от коронавируса. Победа желто-синих. Футбольный клуб «Уралан» принимал на своем поле команду УОР «Дагестан». В Каламгу имени Гордовикова появится возможность подготовки будущих IT-специалистов. Новое направление в Главном вузе республики откроется с начала учебного года. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы региона с министром цифрового развития Калмыкии Алексеем Итеевым. Университет уже реализует программы подготовки специалистов IT-сферы, а также постоянно проводит обучающие курсы. В марте для студентов кафедры бизнеса и информационных систем в экономике были организованы бесплатные еженедельные занятия, где обучают языку программирования. Сейчас мы расширяем спектры возможностей, которыми могут воспользоваться наши студенты. Это в том числе получение новых компетенций, знаний и навыков, отметил Бату Хасиков. Глава республики также подчеркнул, что в современном мире IT-отрасль влияет на все сферы жизни, и вопрос ее популяризации является приоритетным направлением в работе Министерства цифрового развития республики. Освоение IT-профессии – это драйвер развития в области цифровизации региона. А также, что немаловажно, создание новых рабочих мест и подготовка квалифицированных кадров будущего нашей республики. По словам Алексея Итеева, получив востребованную специальность, жители республики смогут работать и получать достойную оплату, не покидая регион. Ведем планомерную работу по развитию кадров внутри республики. Уже сейчас с ведущими IT-компаниями мы прорабатываем возможные направления образовательного процесса, включение новых специальностей, либо в доп. образование, либо в общий образовательный процесс. Уже у нас есть понимание с одной из компаний, такой, как Логракон, мы проработали вариант сотрудничества, а тем самым мы увеличим количество и кадров для цифровой экономики. Реализацию мероприятий и индивидуальной программы социально-экономического развития на совещании под председательством Юрия Зайцева обсудили члены правительства. Напомню, ИПР на 2020-2024 годы, подготовленная по инициативе главы республики Батухасикова, является эффективным инструментом для поддержки бизнеса общества и повышения качества жизни населения. Первые миллиарды рублей из общей суммы 5 миллиардов в прошлом году был направлен на создание Фонда развития республики для выдачи бизнесу льготных займов, предоставления субсидий в форме первоначального взноса по договору Близинга, а также на приобретение паркотехники ЖКХ. Замину лифтового оборудования, подготовку проектно-сметной документации на объекты, сообщает пресс-служба правительства. В этом году в рамках реализации программы предусмотрена дальнейшая поддержка предпринимательской инициативы, дополнение базы ПСД новыми проектами, обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных семей, реконструкция канализационных очистных сооружений и строительство комплексного центра социального обслуживания населения в Элисте. Что касается планов на перспективу, то в последующие годы юридическая программа будет дополнена строительством госпиталя ветеранов-воин, объектами водоснабжения в населенных пунктах школы на 750 мест и другими социально важными объектами. Меры поддержки жителей региона с ограниченными возможностями здоровья обсудили сегодня в ходе очередного заседания Совета по делам инвалидов при главе Калмыкии. Так, профильным министерствам будет уделено особое внимание развитию медицинских реабилитаций и лекарственному обеспечению. Проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа по порядку и новым подходам к осуществлению своевременного обеспечения медикаментами. Также будут приняты дополнительные меры по созданию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. Речь идет о пандусах в жилых домах и социально значимых объектах. Кроме того, было принято решение поддержать инициативы региональной общественной организации помощи и поддержки семьям с детьми-аутистами, отмеченные небом, по разработке и внедрению собственных методик и программ. В планах у Центра остается острый вопрос по расширению территории штата. В дальнейшем планируется завести специалистов, такие как психолог для работы с детьми, психолог для работы с родителями, специалисты по сенсорной интеграции, арт-терапеи для развития творческих способностей и развития мелкомоторки и другие направления. К другим темам проблемы обманутых дольщиков на контроле у Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии. Об этом сообщил профильный министр Виктор Джанжей в ходе пресс-конференции в РИА Калмыкия. Напомню, в начале июня глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече с замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никитой Стасишином обсудили вопрос долгостроев в республике. На сегодня в листе в статусе обманутых дольщиков находится 248 граждан или 6 объектов. Вопрос по каждому дому будет решен разными способами. К примеру, дом номер 50 в 9 микрорайоне будет достроен фондом дом.рф. Сейчас идет корректировка в проектах смертной документации. Сразу после будет объявлен конкурс по определению подрядчика. По словам министра, дом будет сдан в декабре 2022 года. Также дом.рф выплатит денежные компенсации пяти участникам долевого строительства дома номер 6 в 5 микрорайоне. Тольщикам 85-го дома по улице Виткаловой также будут выплачены компенсации. Пять человек уже получили средства права одного дольщика будут восстановлены в ближайшее время. Дома по улицам Клыкова 92А и Ленина 321 будут завершены силами застройщика уже в этом году. В доме по Клыкова ведутся отделочные работы. Дом 321 ожидает итоговую проверку. По дому номер 329 по улице Ленина сейчас ведется судебное разбирательство с арендодателем земельного участка. Объект планирует завершить силами застройщика. В завершение темы обманутых дольщиков Джанжиев отметил, что вопрос на постоянном контроле руководителей региона. Отслеживаем, контролируем эту ситуацию. Поэтому вот эти вот вопросы восстановления права обманутых дольщиков как бы постоянный контроль и у руководства республики и, в первую очередь, у главы республики Клыковных, ну, соответственно, нашего министерства. По данным регионального Минздрава в республике за сутки выявлено 23 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровел 21 человек. Сдерживать рост заболеваемости коронавирусом помогает массовая вакцинация. Именно коллективный иммунитет на сегодня является единственной панацеей от опасной инфекции, заявляют эпидемиологи. Чтобы получить прививку, не нужно часами отстаивать в очереди в поликлиниках. Достаточно записаться онлайн на портале госуслуг. О том, как в регионе проходят вакцинации и чем грозит отказ от прививки, расскажет Светлана Джаева. Пенсионерка Раиса Басангова была в числе первых жителей поселка Песчаны, кто получил прививку от новой коронавирусной инфекции. Теперь, по словам женщины, она спокойно сама может сходить за покупками или на прием к врачу. Перенесла на вакцинацию. Хорошо, жалоб никаких не было. Да, не было. Ни температуры, ничего. Ничего, нормально было. До этого Раиса Ирдниевна очень боялась заразиться и большую часть времени сидела дома. Ведь пожилые люди обладают более слабым иммунитетом, чем молодые. Да и заболевание может протекать с большими осложнениями. Поэтому прививка является разумной мерой предосторожности. Призываю всех, молодежь и всех, кто еще не вакцинировался, чтобы все провакцинировались. Мы, например, хорошо перенесли в старшее поколение. В поселке Песчаны с численностью населения более 500 человек, половина жителей уже привита. Как поясняет фельдшер Светлана Манжеева, в их населенный пункт вакцину привозят несколько раз в неделю. Препарату хватит на всех желающих. Кроме того, гражданам, прошедшим вакцинацию, выдается сертификат. Я бы хотела сказать, что, во-первых, это очень большая польза вакцины «Спутник Ви». Потому что, если даже человек, который привит, получил дважды вакцинацию этой прививочки, они перенесут это заболевание в легкой форме. В селе Троицкое вакцинация также набирает обороты. Только за несколько месяцев здесь получили вакцину почти тысячи жителей. Лучшая защита – это вакцинация на сегодня. Пребывали по 30, 40, 50 человек, 60. Сегодня вакцинация – процесс добровольный. Каждый человек решает сам. Но важно понимать, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Заразиться вирусом легко. Достаточно оказаться рядом с заболевшим. К сожалению, есть множество свидетельств заражений и смертей, количество которых сейчас увеличивается. Например, в Московской области и в некоторых регионах страны наблюдается резкий всплеск инфицирования коронавируса. А губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем обращении к жителям о необходимости получить прививку написал, что в случае увеличения количества заболевших допускается введение строгих ограничительных мер. В Калмыкии, по данным Министерства здравоохранения, прирост пока незначительный. Однако, это вопрос времени. По словам заместителя министра Оксаны Курдюковой, сегодня все силы брошены на то, чтобы предотвратить распространение эпидемии и сохранить здоровье жителей республики. Поэтому необходимо всем пройти вакцинацию. Мы сейчас стоим на пороге начала третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы уже видим, как у нас в республике уже растет заболеваемость по ежедневной статистике. Нам необходимо, чтобы у нас прививался каждый четвертый житель республики. На сегодняшний день у нас не очень высокие темпы вакцинации и необходимо понимать, что вакцина – это единственное, что мы можем обеспечить не только себя, но и своих близких. Данные вакцины, которые к нам поступили, они безопасны и прошли все клинические испытания. У нас открыты 14 пунктов в медицинских организациях, в районных больницах 12, в городской поликлинике и еще у нас прививаются на базе медсанчасти МВД. У нас организованы мобильные бригады, которые выезжают к маломобильным группам населения, а также у нас есть и передвижные комплексы. Сейчас прививка – это единственная защита от смертельно опасных последствий коронавирусной инфекции. Тем более, что пройти иммунизацию можно любым удобным способом в любой день недели. Обстановка все, не знаю, не становится лучше, поэтому все-таки переживаю за себя, за свое здоровье и чтобы других не заразить. Гражданский дух, потому что уже у нас возраст такой, 65 лет, так что нам бы нужно, пора бы уже. Мы пойдем, молодежь пойдет. Родители, которые болели в прошлом году, боюсь завалить, поэтому и жжем. Для того, чтобы предотвратить введение новых ограничительных мер, нужно вакцинироваться и формировать коллективный иммунитет. Только сделанная от коронавируса прививка поможет сформировать антитела и защитить тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Светлана Джиева, Чару Бушаев, Чингис Тихонов, Анатолий Коженбаев, информационная программа День Республики. Жители Калмыкии в скором времени смогут найти свободный участок для строительства с помощью онлайн-сервиса «Земля для стройки», созданного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В соглашении, подписанном Росреестром и правительством региона, отмечается, что информация о свободных участках будет размещена в публичной кадастровой карте. Также на сайте будет размещена информация о площади, местоположении от свободного участка и инфраструктуры. Там же можно подать заявку на приобретение земельного участка и принять участие в электронном аукционе. Органы местного управления Республики, муниципалитеты, если они видят, что указанные какие-нибудь земельные участки потенциально можно вовлечь их в оборот, они эти сведения предоставляют в Росреестр в кадастровую палату для внесения их на ресурс в публичную кадастровую карту. И граждане, если они вдруг захотят построить дом, либо инвесторы, которые хотят строить квартирные дома, они могут зайти на указанный информационный ресурс, посмотреть, имеются ли земельные участки свободные, которые можно использовать для строительства. В Городовиковске уже в этом году появится современная и безопасная детская площадка. Благоустройство и озеленение общественной территории стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Общая стоимость проекта на условиях софинансирования из всех уровней бюджета составила свыше 9 миллионов в рамках проекта будет благоустроена новая детская площадка, на которой будет произведена укладка резинового покрытия, установлены малоархитектурные формы, качели, песочница, детские спортивные комплексы, освещение, скамейки, урны, выполненные работы по озеленению. Кроме того, в этом году будут благоустроены общественные территории и в других населенных пунктах района. В планах на 2021 году, в текущем году, у нас также три объекта по комфортной городской среде. Это у нас детские игровые площадки, трех видов возрастной группы на территории города. В селе Виноградном у нас сделан мемориал, уже на сегодняшний день досрочно сдан, введен в эксплуатацию. В поселке Лазаревском также сделана, обустроена парковая зона. Все полностью сделано, кроме озеленения. Но ввиду погодных условий, озеленение решили перенести на осень, так как жара, боимся, что погибнут растения. Там растения от 4 до 6 лет будут пересажены с питомников. Поэтому переносим на более поздний срок. Это сентябрь, октябрь, наверное, месяц. К новостям спорта. Накануне футбольный клуб «Урлан» принимал на своем поле команду «Уор Дагестан». Матч выдался напряженным. На 17-й минуте Наран Шараев не реализовал выход один на один с вратарем. Ни одна команда не хотела уступать. Лишь на 90-й минуте матча после подачи со штрафного удара Доржиемченов вывел нашу команду вперед. Отмечу, автор гола вышел на замену прямо перед исполнением стандарта. После пяти игр в рамках третьего дивизиона чемпионата России «Урлан» занимает пятую строчку в таблице. Следующая игра пройдет 23 июня в Махачкале с Динамо-Дагестан. Тяжелая игра. Сами видели, конечно, не знаю, погода или что, без понятия. Но движения было очень мало, очень вязкая команда соперников, поэтому не давала нам играть, в принципе, и все. Поэтому план на игру до конца, конечно, не получился, иначе мы выиграли бы легче. Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении канала УТР на 21-й кнопке в IPTV.ru на официальном аккаунте в Instagram reacallum.ru На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова